МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Хакасе госавтоинспекторы уже задерживают пьяных за рулем двухколесного мототранспорта. С 1 апреля в России меняются правила сдачи экзаменов на водительское удостоверение. С одной стороны, требования к кандидатам ужесточаются, с другой, некоторые правила упрощаются. Вместе спасем жизнь. Студенты Хакасского политехнического колледжа сдают кровь для пострадавших в ДТП и других нуждающихся. Об этом и не только расскажет «Регион-19». В минувшие выходные по всей республике прошли массовые проверки по выявлению водителей в состоянии опьянения. Особое внимание уделено Устебаканскому району. К проведению рейдов привлечены наряды специального взвода ДПС республики, экипажи Абаканской и Черногорской госавтоинспекции. По всей Хакасии за выходные задержаны и привлечены к административной ответственности 22 водителя в состоянии алкогольного опьянения. Шесть из них отказались от метасвидетельствования. Еще шесть человек сели за руль в нетрезвом виде повторно. Им грозит уголовная ответственность. В поле зрения госавтоинспекторов попадались не только автомобилисты. С наступлением Десны появились мотоциклисты и водители мопедов. Субботним вечером в селе Калинино задержан пьяный водитель мопеда со своей спутницей. По результатам освидетельствования у водителей установлено больше одного промилле. Полицейские составили на нарушителя административные материалы. Ему грозят внушительные штрафы. Госавтоинспекция Хакасии напоминает, что в соответствии с административным законодательством водителю, управляющему транспортным средством в состоянии опьянения, грозит административный штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Абаканцы могут сообщить о пьяных водителях в госавтоинспекцию Абакана на горячую линию «Сообщи о пьяном». Если вы знаете, что по городу ездит водитель в состоянии опьянения. Если вы стали свидетелем, как во дворе дома человек пьет спиртное, а потом садится за руль, позвоните по круглосуточному телефону 23 66 66. Нужно назвать марку автомобиля, его цветы, по возможности номер, а также направление движения. Данные о нарушителе сразу будут переданы нарядам ДПС. И нетрезвый водитель будет задержан. А теперь о любителях прятаться за темными стеклами. В Черногорске 49-летнего горожанина на Ниссане остановил наряд ДПС. Передние боковые стекла автомобиля были тонированы. Прибор показал меньше 35% светопропускания при допустимых 70%. 34 и 6. 5 марта, получается, вас спецзвод останавливал, выносил вам требования об устранении неисправности. За подобное нарушение грозит штраф 500 рублей. Но водитель отказался на месте снять пленку. Выяснилось, что мужчина уже дважды привлекался к ответственности за аналогичное нарушение. На него составили еще один протокол за неповиновение сотруднику органов внутренних дел и доставили в полицию. Суд назначил водителю штраф 2000 рублей. С 25 по 29 марта в республиканской столице проходит профилактическое мероприятие автобус. В Абакане всю неделю особое внимание к водителям общественного транспорта. Госавтоинспекторы останавливают автобусы, следующие по городским маршрутам. Выявляют и пресекают нарушения правил дорожного движения. Проверяют соответствие автобусов в зарегистрированной конструкции, чтобы не было самовольных изменений. Сотрудники госавтоинспекции будут проверять у водителей автобусов документы соответствующие, также техническое состояние транспортных средств, соблюдение правил дорожного движения, также соблюдение правил перевозки. В первый же день рейда сотрудники госавтоинспекции выявили 14 нарушений. Большая часть из них сделана водителями. Одни без документов, другие не пристегнуты ремнем безопасности, ехали с выключенными фарами или управляли неисправным транспортом. Подобные нарушения несут опасность не только для самого рулевого маршрутки, но и для сотен других участников дорожного движения. Еще четыре административных материала вынесли в отношении юридических лиц, осуществляющих перевозку пассажиров. Проверки продолжаются. С 1 апреля в России меняются правила сдачи экзаменов на водительское удостоверение. Объясняем по порядку. Первое. Расширен перечень документов, которые подает кандидат-водитель. Добавлен СНИЛС и нотариальный перевод паспорта, если он выдан другим государству. Тем, кто не сдал экзамен с третьего раза, новая попытка возможна только через полгода. Раньше был месяц. Для того, чтобы курсанты более ответственно относились к первым трем попыткам сдачи. То есть, если уже человек будет знать, что пересдавать ему через полгода, он уже будет стараться в эти три раза вложиться и сдать. Ну, это первое. Второе. Ну, я думаю, автошколы более будут ответственно относиться к процессу обучения. На каждого третьего жителя в Патасе приходится по одному автомобилю. Поэтому, если правила не менять, если требования не ужесточать, то просто на дорогах будет транспортный коллапс. Ужесточаются требования к кандидатам. Постановлением правительства России не допустят до сдачи лиц, уклоняющихся от воинской обязанности. Также те, кто ранее попадался пьяным за рулем и лишенные прав, не смогут получить новую водительскую категорию, пока действует срок административного наказания. Упрощается практическая часть экзамена. В частности, для автобусов и транспорта с прицепом убрали проверку остановки и начало движения на спуске. Для мотоциклов вместо передвижения задним ходом на стоянку будет проезд по колейной доске. Переднее пассажирское сидение за вторыми педалями сможет занимать не только экзаменатор госавтоинспекции, но и инструктор автошколы. В этом случае госавтоинспектор садится на заднее сидение и освобождается от ответственности за аварию. С 1 апреля 2024 года вступает в силу изменение Федеральный закон о безопасности дорожного движения. Данным законом вводятся ограничения, связанные с управлением транспортными средствами на основании иностранных водительских удостоверений. Изменяется порядок выдачи российских водительских удостоверений на основании иностранных водительских удостоверений. А также уточняются вопросы допуска к управлению автобусами и составами транспортных средств. Водителям с иностранными правами, кроме белорусских, придется поменять их на российские. На это дается год. При этом водителям мотоциклов и легковых машин нужно будет сдать теорию. А грузовиков и автобусов еще и практический экзамен. Сами автошколы должны соответствовать требованиям. Иметь площадки, классы, тренажеры и машины. Если чего-то нет, лишатся лицензии. А курсантов серых школ не допустят к сдаче экзамена. Вместе спасем жизни. Так называется акция, в которой приняли участие студенты Хакасского политехнического колледжа. Шесть студентов политеха вместе с педагогом Ольгой Горбачевой начали утро с центра крови. Это не разовая акция. Волонтеры постоянно сдают кровь. Донорство – одно из направлений совместного социального проекта с Республиканской госавтоинспекцией. Печально создавать, что спасенный человек, пострадавший в автомобильной аварии, впоследствии погибает из-за отсутствия донорской крови. Поэтому участники социального проекта стараются сделать все возможное, чтобы спасти пострадавшего в ходе дорожно-транспортного происшествия. Как посредством проведения профилактических мероприятий, так и посредством оказания другой помощи. Ребята, которые пришли сегодня, сдают кровь впервые. Единственный постоянный донор среди них – четверокурсник Даниил Аршин. Он в центре крови уже восьмой раз и личным примером подбодряет товарищей. У меня очень редкая кровь, довольно-таки четвертое отрицательное, в мире ее мало, поэтому я делюсь ее, потому что нуждаются в ней люди. Бояться тут вообще нечего. Работают профессионалы, во-первых, все доброжелательные, кто не касается, это не больно и, в принципе, даже с какой-то стороны приятно. Помогаешь людям, опять же. У донорства в Политехническом колледже своя история. Несколько лет назад один из студентов попал в аварию и серьезно пострадал. Для его спасения срочно нужно было переливание крови. Тогда многие педагоги и студенты незамедлительно отправились ее сдавать. Юношу спасли. Он восстановился, успешно закончил колледж. А традиция помогать тем, кто в этом нуждается, осталась. Обновление банка доноров – это важная составляющая всей службы крови. Студенты – это наши начинающие доноры. Они расскажут своим родным, они расскажут своим знакомым. То есть пропаганда донорства в хорошем ключе, что это не опасно. Это чувствуешь свою социальную ответственность перед обществом. Сегодня очень востребовано донорство гемо-стволовых клеток. По всей России создается реестр доноров костного мозга. И ключевая роль здесь как раз у молодежи. На сегодня это все. Если у вас есть вопросы или предложения, пишите нам в ГУС автоинспекцию Хакасии, в телеграм-канале или в социальных сетях. Соблюдайте правила дорожного движения и до встречи на дорогах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова